Он пел о том, о чем другие молчали. Сегодня Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 79. По традиции, в день рождения легенды самарцы возложат цветы к памятнику. У Дворца спорта пройдет и большой концерт в окружном доме офицеров. Его организует музей Высоцкого. О том, что связывало поэта с нашим городом и почему Самаре он особенно дорог, вспоминаем в сюжете. На этих снимках легендарному барду нет и 30. Фотографии сделаны во время первого приезда Высоцкого в Куйбышев в мае 1967 года. У артиста, тогда известного лишь отдельным ценителем, в нашем городе было запланировано два концерта – филармонии и клубе имени Дзержинского. На батареи нету снарядов уже, надо быстрее, на вираже парус, порвали парус, каюсь, каюсь. Так, куйбышевцам одним из первых посчастливилось услышать музыканта вживую. Наверное, по этому городу он особенно дорог. Здесь установлены памятники и мемориальные доски Высоцкому. Летом проходит парусная регата. Работают несколько музеев. Даже сквер и улица названы в его честь. Высоцкий вернулся в Куйбышев в ноябре того же 1967 года. Правда, на этот раз ему предстояло выступить не на скромной площадке, а во дворце спорта, который был переполнен. Концерт он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Ведь тогда он впервые пел для многотысячной аудитории. Впечатление, конечно, сногсшибательное на меня пройдет Высоцкий на всю жизнь. Все ждали Высоцкий, когда придет. Высоцкий выскочил, появился, прожил гитару в груди, поклонился, извинился за опоздание, поезд опоздал. Вспытные боковые пешитера, зал взорвался аплодисментами. Горожане даже срывали афиши и забирали их домой на память. Такой ажиотаж во многом был связан с выходом на экраны фильма «Вертикаль» с песнями Барда. Благодаря этой ленте о поэте узнали все. По традиции в Самаре в день рождения и день смерти артиста проходят концерты в память о нем. Поклонники творчества возлагают цветы к памятнику Дворца спорта и в сквере. А еще берут в руки гитары и поют песни, подражая хрепловатому голосу. Столько лет его нет, и его песни поются, его песни любимы. И это такой уникальный достаточно случай, что так артиста-поэта любят на протяжении такого времени. И безусловно, конечно, это нужно и это необходимо, потому что Высоцкий – это большой современный поэт. И надо как-то все-таки возрождать и поддерживать вот эту память. И о поэте не забывают. Сегодня в 7 часов вечера в окружном доме офицеров пройдет большой концерт с поэтическим названием «Непрерванный полет Высоцкого». Он посвящен 50-летию со дня грандиозного выступления Барда во Дворце спорта. Четыре самарских музыканта исполнят легендарные произведения, которые знает наизусть не одно поколение. Мария Акимова, Сергей Костин. Новости губернии.